Стрельба в Киеве. Сегодня ночью на окраине столицы неизвестные пытались вырубить часть леса под застройку. Местные жители решили остановить произвол. После словесной перепалки последовала стрельба. Чем закончился конфликт, выяснял Александр Васильченко. Поваленные деревья, перекрытая дорога, несколько протараненных легковушек и расстрелянный грузовик. Это последствия ночного конфликта между жильцами поселка Водогон под Киевом и представителями компании застройщика. Несколько десятков неизвестных в 4 утра начали валить лес. Виктор одним из первых пришел на место происшествия и вызвал полицию. Чудом остался жив, говорит Андрей. Мужчина пытался остановить вырубку леса, пока один из организаторов не достал пистолет. От сосен, они начали за мной гоняться и, погроживая мне пистолетами, погрожили чинить наде мной расправу. То есть, в присутствии двух стрельбов, один из них выстрелил прямо в меня в упор. Стрелял Роберт Лисенчук. Я до него вернулся, Роберт, что не должно это происходить, что он совершил пострел. Далее все происходило, как в боевиках. На дороге появился грузовик, за рулем местный житель. Он протаранил несколько легковушек. Полицейские открыли огонь. Однако у местных жителей своя версия. Утверждают, мужчина пытался перекрыть дорогу лесорубом. После того, как полицейские прострелили колеса, грузовик потерял управляемость и протаранил несколько автомобилей. Во время перестрелки никто не пострадал. Силовики задержали водителя и троих организаторов вырубки леса. Среди них и стрелявший. У него нашли травматический пистолет. На месте происшествия оказался адвокат, якобы компании застройщика. Его автомобилю тоже досталось. Защитник так и не объяснил, что он делал в лесу в 4 утра и кто его клиент. Я здесь нахожу в связи с предоставлением правовой помощи, в рамках договора о предоставлении правовой помощи. Своему клиенту. Где ваш клиент? Я не знаю, где он сейчас. Он тут был в четвертиранном? Смотрите, в данном случае. Вы задаете одни и те же вопросы. Война за лакомый кусок земли в лесу на окраине Киева длится уже около 10 лет, говорят люди. Этот участок продали еще во времена Леонида Черновецкого. После чего собственник менялся несколько раз. В последнее время компания застройщик перешла к более решительным действиям. 5-го числа они вырезали более 60 деревьев. После вчера они вырезали еще 49 деревьев и, по-моему, 35 деревьев сегодня. Однако, кто стоит за вырубкой леса и кому принадлежит земля, местные активисты не знают. Контора, которая занимается продажей земли здесь, находится буквально в 10 метрах от того места, где сегодня ночью валили лес. Местные рассказывают, что после инцидента здесь поспешно сняли вывеску. И сейчас в офисе никого нет. Жители поселка утверждают, что те, кто завладел землей, действуют незаконно. Поэтому люди намерены бороться против вырубки леса и его застройки. Мы не хотим, чтобы вырубывали эти деревья. И мы не дадим тут у людей, которые хотят эти забудовники. У них нет ни одного дозвола, который дает им право заниматься тут строительством или вырубкой леса. Уже позже активисты сообщили, что водитель, протаранивший 4 легковушки, находится в больнице. Полиция пытается установить, был ли в его крови алкоголь. Зато одного из организаторов вырубки леса, который и открыл огонь по местным жителям, уже выпустили из полицейского участка. Александр Васильченко, Василий Миновщуков. Подробности телеканал Интер.